Кортизол – стероидный гормон, воздействующий на обмен веществ, вырабатывается в корен от почечников. Кортизол принимает участие во многих обменных процессах и регулирует воздействие стресса. Так, повышенное содержание кортизола может свидетельствовать о продолжительном стрессе. Повышенный кортизол может наблюдаться у людей с избыточным весом, циррозом печени и сахарным диабетом. Тестостерон и кортизол ведут постоянную борьбу в организме человека. Каждый из гормонов пытается нарушить равновесие в свою пользу. Отсюда закономерные явления. Если уровень кортизола повышен, то уровень гормона тестостерона понижен и наоборот. Если тестостерон является анаболическим стероидом, отвечающим за половые функции и рост мышечной массы у мужчин, то кортизол, катаболический стероид, является полной противоположностью тестостерону. При повышенном кортизоле наблюдается снижение мышечной массы и силы, накапливание жира. Частным проявлением повышенного кортизола является депрессия и стресса. Для спортсменов кортизол, пожалуй, самый нелюбимый гормон. Особенно это касается бодибилдинга. Боль в мышцах, состояние перетренированности. Все это результаты появления кортизола. К тому же он разрушает мышечные волокна, что препятствует росту наших мышц. Для поддержания оптимального уровня гормона кортизола необходимо принимать витамин С. Он обладает выраженными антиоксидантными свойствами, помогающими в борьбе с различными стрессовыми ситуациями. Спортсменам рекомендуется употреблять витамин С перед тренировкой. Еще одним действием способом понижения кортизола является чеснок. Его также рекомендуется употреблять перед тренировкой. Если понравилось видео, ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok